Для военных то, что сегодня происходит, в военном понимании, это действительно прекращение огня. Те погибшие, а у нас, к сожалению, гибнет раз в пять дней один военный, к сожалению, и это трагедия. Для военных это сопутствующие потери. Они считают, что режим прекращения огня выполнен. А второй пункт выполнен полностью. Каких это? Что за сопутствующие потери? Что за амсур? Что за коллетрил денеж? Что же, как это называется? Что за сопутствующие потери? Да что это за сопутствующие потери? Там бывают люди, а у меня жаление, что за амсур, а люди гибнут тарини на нехилые ограничения. А почему сейчас знают этих людей? Ну как это? Что не стоп, не треба стоп. Олег, почему вы это позволяете? Ой, 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 да, еще и застегнутся, застегнутся. Сопутствующие потери. Как можно сказать про упоминок украинских военных? Сопутствующие потери. Это Госдума Российской Федерации или Верховная Рада Украины, представитель? Алексей, я сказал, что это формулировка военных. Каких военных? Где они такое говорят? В том числе экспертов военных. Где они такое говорят? Где украинские эксперты такое говорят? Вы можете перестать кричать? Что это абсурд? Все. Я за то, чтобы вечер называли своими именами. Порошенко втянул нас в многотысячные потери и еще больше тысяч раненых. Порошенко, Порошенко, Путин не стягивал нас, войны у нас нет. Порошенко, Порошенко, Путин не начинал войну. Путин войну не начинал против Украины. Не убивал никого, не вводил СССР. Это Порошенко отправил украинские войска. Чекайте, друзья, одна хвилинка. За рахунок моего часа. Есть действие решения Ради Российской Федерации про застосование збройных сил на территории Украины, яке не зупинено и не скасовано. И никим не збираються зупинятися. Они ввели войска на нашу территорию и не збираються ніяких. У нас анексована Крым. Половина Донбаса. Вбиты 14 тысяч людей. Ходит пятая колония и рассказывает, это Порошенко, это Порошенко. А это сопутствующие потери. Ну что, вбили там військово-украинскую. Ну и что? Я прошу вас. Ну все, слушайте, ну есть межа какая-то. Ну вы сказали, хочется еще десять раз повторю, вот одни тоже. Давайте десятий. Ну вы же сказали, пять раз. Присядьте. Иване, у меня вопрос. Меня тут обвинили во всем, что можно. Я или отвечу, или пусть они отдаются, говорят друг другу. Юра, ты закончил? Я сказал, что это блюзнирство. Я скажу сейчас. Я тебе сформулирую еще раз, чтобы мы говорили точно. Я сейчас скажу, что не называть наши втрати сопутствующие потери, это блюзнирство. Я сейчас поясню. Алексей, ты закончил? Я могу тебе рассказать? У вас 30 секунд, но мы не можем только про это говорить. Посмотрите, Наталья, чем больше у меня будет говорить 30 секунд, тем больше этих 30 секунд будет. А теперь я еще раз говорю. К сожалению, я сказал, я цитирую самого себя пару минут назад. Такая суровая правда этого военного конфликта, что военные на это смотрят уже, как на свою повседневную жизнь. И эта повседневная жизнь затянулась. И во время этой жизни, которая для военных повседневных, гибнут и получают ранения, наши ребята. А я был в Донецке, я был в Луганске в 2014 году. Да выключите этот ваш секундомер. Я был в Донецке и в Луганске в 2014 году. И сделал все для того, чтобы они не гибли. И когда я договаривался с мандатом Туркина... Ну да, наверное, когда ОПЗЖ выходит на трибуну Госдумы Российской Федерации, которая ведет войну и им аплодирует, тогда называется... Я сделал все. У вас нема уже микрофона. Это же ваши партнеры по полтавскому областям. Я зараз вам выключу микрофон. Все. Не, ну я, конечно, здесь... Панова, тут сейчас сидят люди, давайте. Вы говорите с ними порядок и не говорите с ними... Все, у него уже выключен микрофон. Присядьте, будь ласка. Если у меня выключено, у него тогда и уйду я. Если у него будут продолжать... Прошу, присядьте. Вы присядьте. Зачем я здесь нахожу? Тогда я здесь тоже... Обог выключены микрофоны, обог выключены. Одночасно причем. Если выключены микрофоны, что вы говорите? Помогу. На стишече наша студия. Вас не чуют, пане Нестер. Выключены у него и у вас уже микрофоны. У меня выключены, она до свидания. Так. Если выключаете на таких словах, то в микрофон. Но вы же 15 минут говорите. У меня все заürёт. Да не остаться. Я не встала. Такая песня чудовая. Ты кто такой, давай до свидания. Ты кто такой, давай до свидания. Юрий. Ты кто такой, давай до свидания. Ты кто такой, давай до свидания. Перестаньте, Юрий. А как вы можете перестать? Вы ведущий программы. Спи, ведучи. Я думаю, что вы останьтесь. Уходи, уходи. Сказал, что уходишь? Нет. Я не понимаю, что здесь? Присядьте, пожалуйста. Присядьте. У него опять присоединяйтесь. Только хвилина, прошу вас. Прошу, хвилину. 14-го года. Количество погибших во время переговоров, которые были организованы, в том числе и мною, в рамках трехсторонней контактной группы, было 386 человек. 386. И они готовы были сложить оружие и этот конфликт закончить. Потом, 30 июня, перед третьей встречей, 1 июля, Порошенко решил воевать. И вот это стало трагическим решением. А я должен молчать, просто молчать слушать. Для чего нас собрали? Послушайте монолог Шуфрича. Пусть в театре идет, выступает. В театре Российской армии ему место. Мы тут собралися, я думаю, что... В театре Российской армии выступать там и рассказывать свои истории про 386 и еще что-то. А мы тут все дорослые люди собралися послушать. Пане Алексею, я думаю, знаете что... Это его абсолютно пьято-колонская политическая сила, яка едет в Москву, поручкается с Путином, посмехается ему, разом с ним пьет, святкует, им аплодирует, каже, братские приехали. И вот этим людям, они должны нам тут что-то рассказать. Наши убитые украинские войска, для них сопутствующие потери. Войну начав, звичайно, Порошенко. А кто еще? Это же Путин взауле не до чего. Свята людина. И мы маем это стоять и все слушать. На российском телебанке его взяли бы за вухо, и вытекнули бы, и вы давно и выкинули студии. Мы стоим и слушаем, послушайте его еще. Послушайте его еще. Сколько еще слушать его? Олексей, я хочу вам сказать, я нею. Я в Волобомске хочу сказать, что мы не можем присвятить другую часть программы вашей спарси особистой. Панове, давайте на этом и закінчим. Минуты честно. Все. Я все равно, знаете, я своим упорством очень знаменит. Я одной фразой закончу, только пусть этот молодой человек не перевозбуждается уже. Все. Так вот. Нет, одна фраза вы сказали. Я пытался. Так вы не даете мне так. Уже не Алексею вы не даете. Присядьте, пожалуйста. 396 погибших было, когда мы фактически закончили переговоры. И гривня была... Фраза закончилась. Экономика Донбасса была интегрирована в экономику Украины. Но Порошенко решил воевать и тысячи человек. Пан Нестор, все. Ну прошу. Извините, в чем все? Ну давайте закінчиво. Дивите, люди сидят и слушают вас 20 минут. Если бы я не был председателем Конферта по свободе слова, я бы шел. Я сейчас до конца программы молчу. Пожалуйста. Дякую. Пан Яковина. Вы не в театре, я вас прошу. Вы не в театре, я вам говорю. Пан Яковина. Пан Яковина.